Два года назад вступил в силу закон об очищении власти, призванный лишить должностей чиновников режима Януковича. Министерство юстиции Украины отчиталось о проделанной работе. О результатах люстрации и проблемах, с которыми столкнулись при очистке госорганов, расскажет Юлия Кричкова. 98% всех чиновников, подпадающих под закон о люстрации, уже уволены. Среди них более 900 госслужащих высшего ранга. Такие результаты двух лет работы власти и правозащитников. Согласно закону, увольняли тех, кто занимал высокие должности при Викторе Януковиче и при тоталитарной советской власти. Должны были люстрировать и тех, кто не смог объяснить, откуда дорогое имущество. Но в последней категории оказалось всего 100 человек, ведь механизм контроля доходов чиновников заработал только сейчас. Теперь главная задача – очищение власти, избавиться от тех людей, которые не могут объяснить свое имущество. Когда таких людей не будет в судебной системе, прокуратуре, государственных администрациях и, главное, в политике, тогда можно будет сказать, что люстрация удалась. Наша следующая цель – не допустить на выборы людей с проблемами в декларациях. Самой эффективной оказалась люстрация в рядах налоговиков, пограничников и прокуроров. Тут лишились кресел почти 500 чиновников высшего ранга. А вот очищать судебную систему оказалось непросто. За два года уволили только главу высшего хозяйственного суда Диктора Татькова. В Минюсте ждут, что ситуацию спасут изменения в Конституцию в части правосудия. Они вступили в силу месяц назад. Непосредственно сейчас проводится конституционная реформа, которая должна дать возможность обновиться составу судов. Также увольнение судей выполнилось другими институциями на основании другого закона о восстановлении доверия к судебной власти благодаря работе Временной следственной комиссии. Несмотря на результат иллюстрации, с законом об очищении власти все еще пытаются бороться. Уже полтора года Конституционный суд Украины ищет в нем несоответствие основному закону. Инициаторами обращения стали действующие народные депутаты, подпадающие под люстрацию. Иллюстрация — это не увольнение, а запрет. Это важно, ведь в нынешнем составе парламента есть 21 действующий народный депутат, на которых распространяются иллюстрационные запреты. Это в основном представители оппозиционного блока. Именно они и обратились в Конституционный суд, чтобы отменить действия закона об очищении власти, касающегося лично их. А еще инициируют отмену электронного декларирования. Закон об очищении власти был принят 16 октября 2014 года. За это время уже прошли проверки чиновников во всех государственных структурах. Иллюстрированные не смогут занимать должности в органах исполнительной власти до 2024 года.